Арт-резиденция Узнаем сегодня. Это программа «Время говорить». Меня зовут Ольга Продан. У нас сегодня в гостях уличный художник из Нижнего Новгорода Никита Номерс, московская художница Устина Яковлева и координатор арт-резиденции «Заря» Адель Ким. Здравствуйте, ребята. Спасибо большое, что пришли. И, наверное, первый вопрос я бы хотела задать Устине. Устина, вы работаете в Москве и в Берлине, и организовали уже не одну свою персональную выставку. Что привело вас все-таки во Владивосток и какие планы у вас по работе здесь? У меня появился интерес изучать родину. Мне кажется, это здорово есть в резиденции по России, потому что, например, в Владивосток довольно сложно добраться, если ты решил просто сюда приехать, у тебя здесь нет родственников работы или каких-то других важных дел. И для меня это была действительно возможность впервые здесь оказаться. и познакомиться с местным контекстом, с художниками, также интегрироваться в среду. И плюс у меня в творчестве, в искусстве присутствует морская тема, что тоже здесь очень актуально в плане близко моря. Можно посмотреть Океанариум, институт, которым изучают эту тему. Сегодня мы как раз там были и посмотрели много всего нового и интересного. И, соответственно, я решила продолжить. Эта тема у меня появилась несколько лет назад, подводные царства, медузы. То есть не специально для Владивостока. Просто получилось так, что это было настолько логично оказаться здесь из-за того, что я уже создавала, что я подумала, что это странно не оказаться здесь и не продолжить эту тему и уже показать в пространстве центра Зари. Можно еще несколько слов о твоих работах, потому что они сделаны из разных материалов, да? И бисеры, и бусины, и что-то такое используются. Да, я занимаюсь графикой абстрактной и создаю картины с акрилом, с тушью. И при этом последние несколько лет я увлеклась вышиванием бисером, бусинами на бумаге, на пластике. И, соответственно, потом перешла на текстильные объекты, которые приобрели форму вот этих подводных существ. Да, техника смешанная, но лучше, конечно, это все будет видеть живьем. Я думаю, что приглашаем людей посетить выставку, которая состоится, наверное, примерно 21 ноября. Да, планируется пока 21 ноября. Открытие. Отдельно еще объявим, да. Открытие выставки, да, в конце ноября. Да, и выставка будет совместна с художником из Владивостока Андреем Дмитренко. И да, мне кажется, будет хорошо. Он тоже работает с абстрактными изображениями в технике графики, печатной. И мне кажется, здорово, что мы так... Впервые увидела я работы в Москве на выставке художников из Владивостока «Край бунтарей». И как бы я уже имела представление тоже, что я имею возможность поработать с этим художником во Владивостоке. Ну, то есть хотелось прямо именно с Андреем поработать? Ну, нам было интересно познакомиться и попробовать, как это все соединиться. Это живой процесс, поэтому заранее было невозможно, конечно, предугадать, получится ли нет, но мы в процессе. Ну, конечно, очень здорово, что резиденция дает возможность и художникам из столицы, скажем так, познакомиться и поработать совместно с какими-то местными художниками. Да, это одна из наших основных стратегий, на самом деле. То есть в формате арт-резиденции важна не только вот эта возможность мобильности, которая предоставляется для других художников из других регионов, но и также для местного сообщества, поскольку это форматы открытых лекций, это возможность напрямую общаться с молодыми, перспективными очень в данный момент в России и в мире художниками. И каждый, мне кажется, зная широкий размах всех тех жанров и техник, с которыми мы работаем, по которым мы приглашаем художников, конечно же, могут выбрать и для себя то, что интересно им, и что может найти у них отклик. И я всегда, я не устраиваю это повторять, но и повторяю еще раз, что мы всегда открыты. То есть если кто-то хочет внести какую-то новую идею или пообщаться с художником, или, не знаю, встретиться с ним, это все можно сделать у нас на базе арт-резиденции. Ну, я думаю, что мы еще вернемся, наверное, к участникам и к работе арт-резиденции. Вот хотелось бы еще нашего второго гостя, да, гостя нового сезона в арт-резиденции, Никиты Номерс, узнать Никита о твоих работах. Но сначала, почему у тебя такой псевдоним? Что он что-то означает, Номерс? На самом деле это обозначает просто мое имя вообще. Ну, то есть как я отношусь к творческим псевдонимам, как и к именам, что они из себя представляют? Они представляют из себя то, что представляет из себя человек, в общем-то. То есть весь опыт, который я пронес, так сказать, вместе со своим искусством, вот это и есть мой псевдоним. Хорошо, как тогда твой опыт? Какой опыт помогает тебе создавать твои работы? Ведь ты работаешь с улицами, это жанр у нас в Владивостоке и, в принципе, наверное, в России не самый развитый, мне кажется, уличный. Ну, на самом деле, с каждым годом уличное искусство, мне кажется, набирает такие безумные обороты. Конечно, за рубежом это более, так сказать, популярно и уже развито, более широко представлено публике. В России это пока только-только, но тем не менее есть интересные авторы, художники в разных уголках нашей страны. И опять-таки тоже мне вот интересно как раз, участвуя в разных фестивалях, проектах, резиденциях, путешествуя по России, находить вот тоже единомышленников, художников, уличных, которые близки чем-то, взглядам, творческим моментам. Я знаю, что ты работаешь с граффити, да, вот со стритартом уже 12 лет. Ты достаточно доволен. Ну, да, на самом деле сложно сказать, когда именно начал я рисовать на улице, потому что на самом деле я не помню первый вот этот, так сказать, пшик баллончиком, да, и, ну, это было что-то в школьный период, и вначале это было скорее, конечно, как хобби, то есть, ну, не сильно серьезно я к этому относился. Естественно, первые попытки были совершенно, ну, примитивные, простые, вот. Но со временем, как я начал этим заниматься, изначально это как раз было скорее граффити, а нужно различать то, что, ну, я сейчас сделаю это все-таки стрит-арт. То есть, есть разница между этим. То есть, граффити — это больше субкультурная история, и граффити преимущественно — это шрифтовые композиции. Граффити, ну, все-таки в большинстве своем несет в себе такую более вандальную историю и эгоистичную, потому что шрифты заключаются в том, что ты пишешь свой как раз псевдоним, свое имя, либо название команды. А стрит-арт — это более, как бы, такая история, которая настроена на диалог с обществом, со зрителем. Это все-таки больше идей, концепций, каких-то сюжетов вкладывают художники, и они открыты для диалога. В отличие от граффити, которая замкнута на субкультуре и на общении между вот какой-то закрытой тусовкой, так скажем. Вот, изначально начинал, и, конечно, как там подросток, именно, наверное, с граффити, но со временем перешло вот в русло уже стрит-арта, когда хотелось как-то экспериментировать с разными техниками, ну, и захотелось просто делать все более какие-то серьезные вещи. Вот, поэтому тут сложно сказать, сколько там я занимаюсь стрит-артом или граффити в целом. Вот, ну, порядка там, да, 10 лет уже на улице что-то творил, так скажем. Так интересно, да, что люди, которые, скажем так, рисуют что-то на стенах в городе, они уже делятся, да, то есть граффитчики у нас вредят, а уличные художники, они исправляют, да, и преображают городское пространство. Это немножко так грубо может быть сказано, потому что, ну, граффити тоже бывает разное, там все это делится на миллион, там, разных разновидностей, стилей, направлений. То есть есть граффити, которые действительно там вандальные и довольно примитивные, в которые заключается именно количество, нежели качество. Есть граффити, которые там все-таки ребята стараются работать с формой, с светом и так далее, то есть у них нет цели там заспамить город, захватить его. Вот, ну, а стрит-арт, он еще более разнообразный, потому что стрит-арт не ограничивается ни материалами, ни стилями там и так далее, то есть там очень многогранная история. Ребята, вот, например, вы, ты Никита и ты, Устина, вы работаете в абсолютно разных жанрах, направлениях. Это можно как-то соединить? Например, вы могли бы придумать что-то совместное? Ну вот, как бы, у меня, например, с Андреем происходит какое-то взаимодействие, но, в принципе, мне кажется, возможно, зависит, опять же, от художника, от человека, но у нас, в принципе, да, монохромные какие-то ситуации, в принципе, какая-то могла бы история произойти. Плюс, на самом деле, я занимаюсь, во-первых, не только, как бы, уличной историей, но, опять-таки, вот, наверное, уличные художники, чем отличаются от граффити художников, они, в принципе, не ограничиваются только, там, уличной средой. Я также делаю, там, какие-то студийные работы, графику и так далее. И мне кажется, да, все зависит еще от открытости какого-то, ну, человека, и всегда можно найти какие-то точки соприкосновения. Художник — это такая эгоцентричная субстанция, что не каждый, как бы, вообще способен... Готов пойти на какие-то компромиссы, так скажем. И договориться с другим художником. А мы продолжаем говорить о новом сезоне в арт-резиденции «Заря». Никита, у меня вот про тебя написано следующее, прочитала. С 2010 года работал над проектом «Живые стены», в котором создавал изображения, взаимодействующие с объектами, вписывая персонажей в здание. Что означает вписать персонажа в здание? То есть по каким вообще принципам работает уличное искусство? То есть есть ли у вас какие-то правила, термины? Что такое «Живые стены»? Ну, что сказать просто, что, как бы, одна из таких особенностей уличного искусства, в отличие от искусства, которое живет в галереях, это то, что оно может взаимодействовать с архитектурой, с какими-то особенностями здания и так далее. И очень интересно, получается, когда художники именно не просто делают такую, так скажем, наклейку на какую-то стенку, а как бы играет с этим местом и взаимодействуя, вписывая своего персонажа, героев в пространство. И как раз вот проект «Живые стены», который я сделал, основная его идея, это была именно найти какие-то образы, подчеркивая особенность зданий, и вот создать какого-то персонажа с своими эмоциями, характером. То есть прямо оживляли здание, можно так сказать? Ну, можно так, да. Из-за этого, собственно, и появилось название «Живые стены». Кстати, на «Заре» скоро вы покажете фильм, который называется «В открытую». Это фильм о стрит-арте в России. Каких героев мы там сможем увидеть вообще, о чем будет фильм? И я так, насколько знаю, что снимал его ты сам. То есть ты еще и режиссер. Ну, конечно, стоит сказать, что это такая самодельная история. То есть я не учился на оператора, режиссера и так далее. Все сделано на интуиции и на энтузиазме. Фильм посвящен и стрит-арту, и граффити. Это такое исследование, которое я делал на протяжении шести лет, как раз в путешествии по разным фестивалям. Я снимал интервью с художниками, снимал фестивальные, выставочные практики. И, собственно, из этого всего собрал такое документальное видеофильм. Но ответить на вопрос, что за люди там будут представлены, сложно, потому что там очень много участников. Я всегда перед показами говорю, что у фильма нет каких-то основных главных героев. Там есть один главный герой. Это такой собирательный образ уличного художника из России. Потому что там много художников, которые и собираются в нечто единое. И вот так. Обывательское мнение, что граффити, наши серые стены делают красивыми, это все полное чур. Граффити — это играет. Здесь идет битва за имя, здесь идет битва за уважение, за стиль. И ты — это то, что ты рисуешь. То есть ребята, которые отходят от классических основ граффити и полностью вот эти каноны, правила погружают, рождают что-то новое. Это прекрасно. Это такой, можно сказать, новый виток в современном искусстве за последние 5-7 лет. Граффити так перешло в галереи. Оно, понимаешь, становится интереснее публике. То есть он не только может посмотреть на твою стенку, на улице. Граффити для меня, в первую очередь, улица. Да это порыв души такой. Больше действия, понимаешь? Я очень люблю спокойные, очень безлюдные места. Беру с собой красочки, сумки, все. Но иду импровизировать. То есть у меня просто краски с собой. И пока я иду, я всегда думаю, что вы мне нарисовали, что ты нарисовал. Граффитчик — это прежде всего ниндзя. Можно конфликтовать со всеми, драться с охраной. Но самое крутое, когда ты думаешь головой, разрабатываешь стратегию, делаешь, и у тебя все получается. Чувак не обломался, пригнал сюда ночью, потратил свое время. Ну, это, конечно, жажда признания, жажда динамина, потому что все видят сразу. У тебя огромный трафик. Адель, насколько, как ты думаешь, понравится этот фильм зрителям? Потому что у вас очень часто проходят какие-то показы различные. Конечно, да, у нас есть регулярные кинопоказы. Но, наверное, в чем принципиальное отличие этого фильма? У нас действительно очень давно не была раскрыта тема стрит-арта и вообще уличного искусства в целом. И, конечно, уличное искусство популярно в Владивостоке. Здесь есть метры, на которых можно равняться, и которым, наверное, многие хотят подражать. Как это выглядит во всей России? Какие есть особенности, может быть, у такого направления в работе? С какими, может быть, одинаковыми трудностями сталкиваемся мы все, если у нас общитель ее нет? Я думаю, вот это все мы сможем увидеть в этом фильме. И, конечно же, я вижу, что интерес к стрит-арту в Владивостоке достаточно силен. Поэтому, мне кажется, это будет фильм, который несколько будет отличаться от наших регулярных кинопоказов. Никита, ты общался уже с нашими уличными художниками? Да, к сожалению, пока не очень много. Но, да, с кем-то успел общаться, познакомиться, с кем-то увидеться, с кем уже виделся. А вот вы в разговорах, может быть, пришли уже к пониманию, какая есть общая проблема в нескольких городах по России, именно связанных со стрит-артом? Проблема? Так сложно сразу сказать, сейчас подумаю. Может быть, общая боль такая? Ну, наверное, просто это, о чем я вначале говорил. Пока в России в целом нет еще вот общепринятого какого-то понимания, да, что это не какое-то там маргинальное занятие или там неподростковая, там, ну, хулиганская какая-то история. Очень много интересных авторов уже, там, не знаю, взрослых людей, которые осознанно занимаются этим и делают это не просто потому, что, не знаю, им делать нечего, а потому что считают, что именно так они могут как-то высказаться, допустим. Я думаю, здорово, если она, может быть, на одном из наших каких-то зданий появится какое-нибудь морское существо. Я тут уже просто себе придумала, что Устина нарисует какую-нибудь медузу, а Никита ее воспроизводит на стене. Такое возможно? Надо подумать. Надо подумать. Хорошо, Аделя, какие еще планы в новом сезоне у арт-резиденции? Ну, на самом деле, у нас сейчас в арт-резиденции еще Владивостокский фотограф Денис Коробов, и в ближайшее время к нам приедет художница Татьяна Антоншина, тоже такая весьма известная в России, заслуженная, достаточно популярная, которая также представит персональную выставку. И уже ближе к концу года мы планируем, наконец-то, сделать показ фильма «Звуки Владивостока», который мы так давно анонсировали, еще в марте. Нашим кипрским резидентом Мариусу Иоанну Элия, который обещает приехать к нам для этой премьеры. Так что у нас достаточно много планов. Сейчас также хочу сказать про ближайшие. Это, конечно же, показ фильма 11 ноября в 15 часов «Жду всех на заре». Как раз-таки фильм в открытую. На следующей неделе мы планируем вернуться немного к формату «Дня открытых дверей» и показать всем желающим, собственно, как работают художники. Можно будет в этот день прийти, посмотреть мастерскую, познакомиться с художником, попить с нами чаю, поболтать. В общем, такой камерный формат как раз-таки для тех, кому не хватает немного общения. И открытие выставок ребят запланировано уже на конец ноября. Мы, конечно, о них еще отдельно объявим. И я думаю, тоже это будет хорошим поводом заехать на «Зарю», посмотреть какие-то новые вещи. И самое важное, наверное, что для нас определяет следующий год, это набор заявок, которые мы завершили в середине октября. А сейчас мы заканчиваем уже подводить итоги. И я надеюсь, в ближайшее время будем готовы объявить участников следующего года. Тоже ждите, будет очень много всего интересного. Хорошо, но многие участники сомневаются в том, смогут ли они попасть в арт-резиденцию. Как он должен подать заявку, с какими работами прийти. Отбираете ли вы каких-то определенных художников и фотографов, которые работают в том или ином стиле, или вы берете всех? У нас нет ограничений как такового по жанраму. Единственное, что это должно быть, должна быть деятельность связана с визуальными искусствами. То есть, к сожалению, пока литература и классическая музыка к этому еще не готовы. Но мы настроены на то, чтобы устраивать этот диалог между городом и художником именно в области визуального. У нас есть самый главный критерий, наверное, отбора. Это нацеленность на локальные исследования. Соответственно, все, что связано с темой Владивостока, его истории, культуры, современности, каких-то географических особенностей и так далее. Это все как раз таки то, что нам нужно. То есть, мы принимаем от художников обычно два документа. Это портфолио и эта форма заявки, в которой также прописывается, какой проект хотел бы художник осуществить в рамках арт-резиденции. Это как бы не слишком долгий период. Это от одного до двух месяцев, достаточно насыщенный, я думаю, для каждого, кто участвует. Но, тем не менее, на этой основе мы создаем базу художественного исследования Приморского края, Дальнего Востока, Владивостока. Что, по-моему, уникальный проект на настоящее время. Поэтому, если художник чувствует, что хотел бы также поучаствовать в этом, он, во-первых, следит за временем, когда у нас принимаются заявки. И это уже будет в следующем году. Присылает нам в соответствии с заявленными требованиями документы. И мы рассматриваем эти работы. Если кто-то в этом заинтересован, то, конечно, желательно ознакомиться сначала. Как должно выглядеть портфолио, какова форма заявки. Можно что-то попробовать заранее, не знаю, заполнить или придумать. То есть, мы как бы открыты ко всем в данном случае. И побеждает сильнейший, как нам кажется. А участник сколько времени проводит в резиденции? От одного месяца до двух. До двух. Ребят, ну, наше время, к сожалению, подходит постепенно к концу. И мне бы, наверное, хотелось спросить, какие у вас впечатления от Владивостока. Потому что я напомню нашим зрителям, что все три гости у нас сегодня в студии, они не из Владивостока. Чем вас Владивосток, может быть, уже удивил? Я могу его сравнить с таким же городом, не являющимся столицей, только в Центральной России. И меня безумно радует то количество энергии, которое здесь есть. И тот ритм, который задается городу, это не медленный город, это, естественно, что-то постоянно в движении, что-то развивается, появляется новое. И, конечно, я безумно рада, что у меня есть возможность здесь пожить. Ну, мне, конечно, очень нравится, тоже я соглашусь, он очень живой, по крайней мере, кажется мне таким. И очень нравятся вот эти перепады, которые есть в городе. Потому что с них открываются красивые панорамы. И, ну, город очень классно складывается в какие-то маленькие коробочки. Вот, с этим интересно наблюдать, потому что, ну, большинство городов все-таки плоские, и ты не можешь видеть сюда вот это разнообразие города. Устина, может быть, да, и у тебя есть пара слов? Да, ну, я очень впечатлена сопками, конечно, близость к морю. И вот это, да, мне очень важно быть рядом с водой, это, конечно, чудесно. И места рядом с Владивостоком, вот, я ездила во Врангель, и там были тоже невероятные чудеса природы, очень красивые. Ну, да, я больше по природе, я не варбанист, не могу сказать. Но энергия здесь есть, живая, и художники, и разные люди активные, молодежь, это тоже здорово. Нет такого ощущения, что вот все статично, там все живет, это хорошо. Ну, очень приятные, конечно, слова, мне кажется, еще, что вы успеете еще и даже пешком погулять по морю, если успеете застать момент, когда он замерзнет, вот, так что, ну, тоже будет интересно, да. Ребят, спасибо вам большое, что вы пришли, спасибо за интересный разговор. Спасибо. Вот, да, удачи вам в ваших проектах, и я думаю, что много зрителей придет на фильм Никиты, вот, и на День открытых дверей, чтобы пообщаться, узнать, чем живет резиденция. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напоминаю, это была программа «Время говорить», в студии работала Ольга Продана, увидимся на восьмом.